В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры 2 ноября открывается книжно-иллюстративная выставка «Сибиряки. Дорогами побед», посвященная 75-летию Победы. В войне 1941-1945 годов Советский Союз вынес на своих плечах главную тяжесть борьбы с фашизмом. Весь народ встал на защиту своей родины. Неувидаемой славой покрыли себя на фронтах великой отечественной воины-сибиряки. Маршал Малиновский писал «Лучших воинов, чем сибиряк и уралец, бесспорно мало в мире». Эта высокая оценка относится и к нашим землякам-тюменцам. Уже в начале войны в Тюменской области были сформированы боевые соединения. О 368-й и Ченевской стрелковой дивизии на выставке есть книга «От Тюмени до Киркенеса». Сибирская дивизия была сформирована из добровольцев, в том числе и из тюменцев. Достояние выставки, книги «Тюменские дивизии военного призыва» и «Фронт к победе». Более 11 тысяч тюменцев героически сражались в боях с гитлеровскими захватчиками. За совершенные подвиги они награждены орденами и медалями. 12 из них стали героями Советского Союза. В суровое военное лихолетие тюменцы самоотверженно трудились на полях, на заводах, фабриках, выпуская продукцию для фронта. Снаряды и боевую технику, торпедные катера, электрооборудование для самолетов, медикаменты, одежду. Тюменцы вносили средства в фонд обороны. Тысяча подарков было отправлено на позиции бойцам. Тюмень стала городом-госпиталем. Об этом рассказывает большой иллюстративный материал, книга «Тюмень-Коловая». О ветеранах, героях Великой Отечественной, на выставке книги воспоминаний, письма, биографические и поэтические сборники. Достойное место занимает книга Гольфберга «Страну заслонили собой», о рядовых бессмертного тюменского полка. В память о героях войны в городах и селах Тюменской области воздвигнуты памятники обелиски, их улицами, их именами названы улицы, в их честь у мемориалов лежат живые цветы и горит вечный огонь. Гольфберга «Страну заслонили собой» Продолжение следует...